Я собираюсь сейчас рассматривать не теорию вот этих вот уличных перемен, потому что с ней все просто. Там про любое утверждение можно конечным перебором узнать верно оно или нет. Я собираюсь сейчас рассматривать пиано в скульптинге. Пиано это специалист на практической логике биохимисты. Он понял, что большое количество славянства в арифметике можно суметь сформулировать, пользуясь очень небольшим количеством разъемов. Поэтому я эти аксиомы напишу, благо, что их по-настоящему мало. Ну, во-первых, единицы, но правильно числить. Это даже не аксиома, это то, что у нас есть такое значение, число один. Ой, кто будет читать Кенгенского, кто будет читать Шеннер, учтите, что Шеннер работает во Франции, а во Франции натуральный ряд начинается со скольки? С нуля. С нуля. Соответственно, не удивляйте, так вот, единицы натуральные. Дальше. Есть такое понятие, число увеличить на единицу. Давайте это обозначать штрихом. Опять-таки, это никакая не аксиома. Это просто у нас есть такая функция одной перемены, которая натуральному числу ставит в соответствие следующее занятие. А вот дальше уже все. Какое бы у нас ни было число А, А штрих – это не единица. Логично? Единица – самое маленькое число. Хорошо. Теперь мы вводим понятие плюс, сложение, и понятие умножить, умножить. Вводим абсолютно понятных аксиом. Для любого числа А, А штрих – это А плюс И. Для любого числа А и для любого числа А, А умножить на б. Это А, А, А плюс И. Вот. Пока все понятно. Это совершенно такие естественные утверждения. А вот дальше идет замечательная аксиома. Между прочим, только прочитав список аксиома Биоэкин Пиано, человек обычно понимает, насколько же это важно. Потому что это все не сильно отличается определение сложения и умножения. А вот аксиома индукции. Давайте, собственно говоря, разберемся, как ее скобулировать. Во-первых, как ее просто наивно скобулировать? Индукция – это метод математического доказательства. Отверждение для всех, ну, допустим, натуральных, чем всех. Индукция здесь вот так. Сначала мы доказываем базис индукции, а потом шар. Предполагаем, что для всех n меньше и равен х в утверждении х от n верно. И доказываем, что верно при n равен х плюс 1. Отлично. А вот теперь, как бы это сказать, видя одно и все в арифейте. Вы все правильно сказали? Должна быть база. Ребята, а вот здесь должна быть такая разная. Для любой специально оставлю место для любой чего. Потом пишу, сейчас обсудим, что это такое. А вот дальше должно быть написано так. Если верно это утверждение для единицы, и если для любого числа n из утверждения a от n следует утверждение a от n штрих, то в таком случае что? Утверждение верно. А? Утверждение верно. А? a от n плюс 1. То в таком случае для любого n утверждение a от n. Так, во-первых, обязательно перепишите. Пока оставим чуть-чуть места. Потому что сейчас дальше смотрите, что интересно. Для любого чего? Знаете? Ну вот, сначала a от единицы, это называется плац, а вот это называется переход. Вот это называется переход. Ну, а вот это называется, собственно, доказательная продукция утверждения. То есть, смотрите, если мы умеем переходить от n к n плюс 1, да, то в таком случае мы получаем утверждение для всего неправильного ряда. А вот дальше вопрос, для чьего? Для любого свойства. Для любого свойства. Правильно? В логике свойства называют предикателем. Поэтому, вообще-то, по идее, надо бы написать так. Не для любой, а для любого одноместного предиката. Одноместного, в смысле, что это одно переменное. Одноместного предиката. То есть, это некоторые свойства. Оно может очень сложно формулироваться. Но это некоторое свойство, там, утральных чисел. Берите какую-нибудь сложную задачу, не знаю, там, n гостей, там, делят между собой что-нибудь, потом еще что-нибудь, еще что-нибудь. И вот там доказать, что для любого n пота. Вот это будет такое сложное и длинновыражаемое свойство. И вот если вы для него проверили базу и вот это, то что получается? Внимание, ребята. Это уже называется переход к логике такого порядка. Как только вы сказали, для любого предиката, то вы разрешили себе говорить о свойствах натурального ряда, о свойствах элементов натурального ряда. Вы разрешили себе мысленно пробегает весь натуральный ряд. Ребята, как только вы себе это разрешите, вы выйдете из пределов логики первого порядка, о которой я вам сегодня пытаюсь говорить. Чтобы остаться в сегодняшнем храме, лучше, да, где-нибудь. По поводу теоремы дьоделя. Почему я хочу остаться в программе логики первого порядка? Дело в том, что теорема дьоделя верна, как вы видите из доказательства, для любой науки, в которой выразимо некое свойство. Поэтому, чем меньше я сейчас потребую, тем на самом деле я же больше докажу. Потому что, если у вас будет логика второго порядка, то уж логика первого порядка в ней точно есть. А поэтому, если я сумел доказать для любой логики, включающей в себя логику первого, арифметику Биана, то автоматически получается и для любой более сложным. То есть, я сейчас сформулирую так. Для любой одноместной формы. Вот смотрите, логики А. Когда вы пишете какие-то равенства, то у вас там есть числа. Но числа в нашей науке это что такое? Это один штрих, один два штриха, один три штриха и так далее. Какие-то переменные. Н, А, Б, С. Можно считать, что их много. Числа переменные. И из них вы получаете разные штуки. Ну, вы можете, например, написать какое-то такое выражение. Там, х равняется у плюс z, не знаю, там. И существует такое t, что у плюс t равняется z. Вот скажите, пожалуйста, эта формула от скольких переменных? Как вы считаете? А? Почему одну хатрюк вообще? x, y, z. x, y, z. А, t, это то, что называется связывание. Понятно, да? Вот здесь, кстати, вместо буквы t, а можно было сделать любую другую. Хотите, я напишу здесь твое слово. Ничего не изменится. У меня же и x, определяющий, если не призвать. И почему определяют. Нет, здесь могут быть любое сложное выражение. Понимаете, ведь наша цель – придать формулу смысл, да? Ну, вот, сказать, это значение. Вот, чтобы придать точный числовой смысл вот этой формуле, реально вам нужно взять числа x, y, z. И сюда подставить. Вот сюда вместо x отставлять ничего не надо. Потому что существует, она значит, что будет проверять, если проверять. Вот, сюда, у него три парамента. Формула может выглядеть довольно, еще более сложно, потому что вы можете взять на все это, на весь парамет. Существует x, и там, для любого x. Потом вы можете из многих таких формул, еще что-то составить. И так далее, и так далее, и так далее. Но, когда вы говорите про аксиом индукции, а, кстати, а почему взять 1x? Можно и ей больше. В общем, так, пусть у нее будет не менее, чем 1x. Давайте так, не менее, не менее, чем одноместные. И вот одно из этих переменных будет та самая, куда мы будем подставить. Так вот, аксиом индукция, обратите внимание, это схема аксиома. Я вам говорил, что бывают не аксиомы, в смысле, какой-то конечный текст, а бывает схема аксиома. Вот аксиом индукция, типичный пример. Вы берете любую, сколько угодно сложную, сколько угодно длинную, формулу, в которой есть переменная. Если вы вместо этой переменной подставите единицу, и сумели это доказать, а также, если вы сумели подставить, значит, вместо n в одном плечке n в другом плечке n в чтении, и сумели это такое следствие, сумели это доказать, такую упрекацию, то в таком случае вы, поэтапая во все минуты, получаете новое утверждение. Ребята, видно, что она, и, конечно, это самое главное, да, что я, ну, это вот определение сложения и, да? Вот, хорошо. Давайте немножко побалуемся с аксиом индукрианом. Например, давайте докажем, что A, B, C, это то же самое, что, на самом деле, нужно сделать несколько такого типа упражнений, чтобы, в принципе, понять, как все это работает. Вот это очень просто. Рассуждать индукции по C. Базу. Подставим вместо C на 1. Во что это все превратится? A плюс B плюс 1 должно равняться A плюс B плюс 1. Отлично. Смотрим. У нас было все о том, что прибавлять штрихованное число, и что это такое, да? Замечательно. Давайте применяем. А штрих – это A плюс 1. То есть, на самом деле, вот это вот – это A плюс B штрих. Очень хорошо. А вот это вот, господа, это A плюс B штрих. Хорошо. Теперь смотрим сюда. A плюс B штрих – это A плюс B штрих. Платы кольцовы. Видите? Все. Замечательно. И когда то, что у нас есть, это вот это дано и есть. Все. Доказали, да? Мы доказали базу. Но это еще не все. Нужен теперь индукционный переход. Хорошо. Нужен теперь индукционный переход. Что это означает? Считая, что это утверждение верно, нужно суметь как-то из него получить, что когда прибавляешь С штрих, то это то же самое, что A плюс B плюс С штрих. Хорошо. Хорошо. Для этого, на самом деле, нужно просто спокойно разбираться прямо по нашим максимуму. Что такое B плюс С штрих? По вот этой вот максимуме, A плюс B штрих, это A плюс B штриху, это то же самое, что B плюс С штрих. Опять, применяя ту же самую максимуму, мы получаем, что это есть A плюс B плюс С штрих. Хорошо. Теперь вспоминаем, что у нас была база. Это будет A плюс B плюс С и все это со штрихом. Ну и теперь вспоминаем, что у нас была опять-таки вот эта вот аксиома о том, как штрих переносить. И здесь, например, ура, доказалось. Между прочим, ребята, это я доказал потому, что я делаю не первый раз в жизни. Если будет, я делал первый раз в жизни, то, наверное, я начал бы не с равенства A плюс B плюс С, это A плюс B плюс С, а с равенства A плюс B равна B плюс С. Правильно? А с равенства A плюс B это то же самое, что B плюс С, и у меня бы ничего не получилось. Потому что, оказывается, чтобы доказать коммутативность, то есть равенство A плюс B равно B плюс A. Как ни странно, сначала надо доказать это. Ну, давайте покажу, как-то доказывать индукции по B. Это нужно доказать, что A плюс 1 это 1 плюс A. Это база. Секунду. А эту базу опять надо доказывать по индукции. Ну, как-то опять утверждение, у него есть своя буква. Надо доказывать по индукции. Замечательно. Какая у него база? 1 плюс 1 это 1 плюс 1. Секунду. Все, базу показал. Молодец. Надо все-таки это доказать индукции. Что значит доказать индукции? Значит, зная, что 1 плюс A это A плюс 1, я должен вывести из этого, что 1 плюс A штрих это A штрих плюс A. Ну, ребята, смотрите, это уже легко. Что такое 1 плюс A штрих? Это 1 плюс A плюс 1. Такая сумма у нас есть. Вот. Пользуюсь ассоциативностью, которую я только что доказал. Это 1 плюс A плюс 1. Пользуюсь предположением индукции. Пишу, что это A плюс 1 плюс 1. Ну, и пользуюсь я все, умею, что A штрих это и есть A плюс 1. Получилось. Смотрите, я сейчас вот здесь, я доказал, что A плюс B равно B плюс 1. Молодец. Теперь я должен доказать, что A плюс B равно B плюс 1. При том, что базу уже доказал. Точно так же. Да. На самом деле точно так же. То есть, мне сейчас нужно доказать, что если я знаю, что A плюс B равно B плюс 1, то в таком случае A плюс B штрих равняется B штрих плюс 2. Ну, честно. Вот выше блюдение измерить все единицы. Да, да, да. Вы абсолютно правы. Но заметьте, если бы я предварительно не доказал ассоциативность, то у меня бы чуть не получилось. В общем, ребята, я прекращаю это вот развлечение, потому что это на самом деле долго. Вот в этом месте такая проблема, когда вы изучаете логику, вот в этих местах, что называется, надо самому посидеть, посмотреть, посмотреть и научиться все это вводить. Потому что если я сейчас по-честному начну теорему за теоремой доказывать, то это займет во время. У меня же дело-то другое, я не сумею доказать, и пока не видно никаких, что называется, как это был сделан, я должен суметь доказать, что множество теорем арифметики Пиано является неразрешимым. Более того, оно не просто разнеразрешимо, оно является неперечислением.